МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новая неделя, новые эмоции и новые события. Мы подводим итоги этого дня. В эфире время Одессы. Вот главная тема выпуска. Новый коррупционный скандал. Крыжановский сельсовет подозревает в присвоении почти 3 миллионов гривен бюджетных средств. Новое оборудование для кабинета экстренной помощи и ремонт в палате дневного стационара. На Добровольского привели в порядок центр первичной медико-санитарной помощи. А то в миниатюре. На мемориале 411 батареи открылась выставка моделей бронетехники, которая была задействована в боях на Донбассе. Такие бои могли происходить где угодно. И под Иволайском, и под тем же Славянском и так далее. И все подробности далее в выпуске. Итак, в Одессе заработали 16 котельных. Тепло уже начало поступать в детские сады, школы и больницы. В течение недели отопление начнут включать и в жилых домах. В первую очередь батареи нагреются в крупнейших спальных районах на Таирово и поселке Котовского. А после этого тепло получат жители центра города. Чиновники говорят, если среднесуточная температура станет выше 8 градусов, то отопление могут временно отключить. При этом одесситы будут платить только за фактическое потребление тепла. Из-за дождя в Одессе подтопило несколько улиц, а сильный ветер повалил около 30 деревьев. В разных районах города на проезжую часть и крыши домов падали крупные ветки. Некоторые из них задели линии электропередачи. Спасатели зафиксировали около 10 таких случаев в Одессе и Ильичевске. По данным ГСЧС, от непогоды пострадала и Одесская область. Без света остались жители двух десятков населенных пунктов. Крыжановский сельсовет подозревает в присвоении почти 3 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом заявили в областной прокуратуре. Речь идет о берега укрепительных работах 2012 года. Тогда в сельсовете заключили договор с тремя частными предприятиями. Оформили акты про окончание работ, но побережье так и не облагородили. Зато чиновники отчитались о растрате почти 10 миллионов гривен. В прокуратуре считают, часть из них были украдены. На данном этапе подготовлено та поведомлено про подозру само за фактом растраты бюджетных коштев, а также подроблено официйных документов на акте выполненных работ. На прием к губернатору в обл. администрации открыли общественную приемную. Здесь горожане смогут получить бесплатную юридическую и социальную помощь. Принимать одесситов будут волонтеры и сам глава обл. администрации Михаил Саакашвили. Он тоже присутствовал на торжественном открытии и провел свой первый за 4 месяца прием граждан. Добавлю, с момента назначения Саакашвили на встречу с губернатором записалось уже более 2000 человек. Одесса готовится к выборам. Областной и городской избирком определились с количеством бюллетеней для избирателей. Для жителей региона напечатают 1 миллион 800 тысяч экземпляров и еще более 715 тысяч для жителей Одессы. К работе готовят и избирательные участки. Проверяют работу санузлов, наличие пандусов, телефонов и генераторов на случай отключения электроэнергии. Тем одесситам, которые живут далеко от мест голосования, организуют дополнительный транспорт. А за ходом выборов будут следить почти полторы тысячи сотрудников милиции. Все должно быть обеспечено. Мы должны обеспечить прозрачные выборы. Мы должны обеспечить доступ к избирательным участкам. Поэтому еще раз пересмотрите также подходы к избирательным участкам. Чтобы все могли добраться до избирательного участка. На улице Добровольского привели в порядок центр первичной медико-санитарной помощи. Пока отремонтировали палату дневного стационара и кабинет для оказания экстренной помощи. Сюда закупили новую мебель и необходимую технику. В ближайшее время чиновники планируют закончить ремонт всего помещения и открыть еще два таких центра на поселке Котовского. Александра Мироненко. Дальше. Светлые стены, новые окна, мебель и современное оборудование. В дневном стационаре ремонта не было около 20 лет. Но это лишь небольшая часть запланированных работ. Приводить в порядок необходимо все здание. Возможно, на следующий год мы будем планировать ремонт полностью этого здания. И по плану развития первичной системы здравоохранения у нас здесь будет тоже амбулатория общепрактики, которая будет обслуживать население, жителей близлежащих домов здесь. В день центр принимает около 30 человек. Чаще всего обращаются пенсионеры. Здесь работают специалисты нескольких профилей. В дневном стационаре проходят ликования хворих разных профилей. Неврологичного, хирургичного, эндокринологичного, кардиологичного. Направляются сюда хворие лекарями общепрактики семейной медицины. Обновили и манипуляционный кабинет, где оказывают экстренную помощь пациентам. Раньше здесь не было даже шкафа для обеззараживания и холодильника для хранения медикаментов. Например, заходит хворий, и ему стает плохо. Она его вкладывает на кушетку, вызывает меня, и на тот час она уже может тут, с этого шкафчика, что-то сделать, что-то дать. Всего на ремонт потратили около 140 тысяч гривен. В ближайшее время планируют открыть еще два таких центра. На улице Героев Сталинграда и в поселке Шевченко. Александра Мироненко, Олег Шпак. Первый городской. Экипажам торговых судов и авиакомпаний продлили срок американских виз. Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайет. Теперь моряки смогут находиться в Соединенных Штатах в течение 10 лет. До этого им выдавалась только пятилетняя виза. Посол отметил, изменения существенно облегчат жизнь морякам и членам экипажей, а также станут новым этапом во взаимоотношениях между странами. Отмечу, сейчас в Украине имеют американские визы около 55 тысяч моряков. Это самый большой срок действия виз, который выдается членам морских экипажей по всему миру. Это символ нашей датчи к укреплению двусторонних отношений. Главная книга о войне, которой не должно было быть. В Одессе представили роман Сергея Лойко о защитниках Донецкого аэропорта. Роман рассказывает о последних пяти днях киборгов на Страже Бастиона. В презентации приняли участие сами бойцы, рассказывали военные истории и пели песни. С книгой, которая может стать главным украинским бестселлером этой осени, знакомился Игорь Филиппов. Сергей – один из киборгов. На фотографиях запечатлен в моменты обстрела. За время службы выживать под ними приходилось почти каждый день. Выход книги про подвиг украинских бойцов встречает с радостью. Это будет планка, которую должен держать солдат. Героем можешь и не быть, а человеком быть обязан. Много это на полигоне можете получить. Во-первых, надо опыт куда-то брать. Украина брала опыт, украинские военные, добровольцы. Все набирались опыта на Лонбассе. Книгу про оборону Донецкого аэропорта представляют автор Сергей Лойко и известный актер Алексей Горбунов. Под гитарный аккомпанемент писателя артист считает отрывок о том, как попадает в плен комбат «Медведь». Персонажи книги вымышлены, но характеры списаны с реальных героев. Все в аэропорту знали Сергеевича как доктора Айболита. Именно так к нему и обращались. Здесь он был настоящим сторожилом. 5-6 бессменных ротаций, не меньше. Сергеевич был местным богом. Киборги ему поклонялись. Среди зрителей в первом ряду сидят главные участники событий – бойцы, защищавшие аэропорт. Отрывки романа мужчины слушают, заново переживая моменты войны. Один из киборгов берет в руки гитару. Песня не авторская, но подходит как нельзя кстати. Они нас просто смели и втоптали нас в грязь, все наши стяги и выпилы, вбитые в песок. Они разрушили все, они убили всех нас. Автор книги Сергей Лойко – российский журналист, корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс». Он единственный иностранный репортер, который побывал в Донецком аэропорту. Войну на Донбассе считает прямой агрессией России против Украины. Но судить о дальнейшем развитии отношений государств не берется. Здесь крайние персонажи в России, которые требуют резни, полного забвения, полного бойкота, москали, кацапы, здесь кахлы. Но это именно то, чего Путин добивается. Ему не удалось превратить вот эту гражданскую войну в косы. Одесса стала последним городом Украины, в котором представили аэропорт. Один из экземпляров книги даже удалось передать в плен бойцу. Теперь автор надеется издать роман в России. Игорь Филиппов, Александр Пережилин, Первый городской. А то в миниатюре. В музее Героической обороны Одессы на мемориале 411 батареи открылась выставка боевой техники украинской армии, которая была задействована в боях на Донбассе. Представленные модели в десятки раз. Меньше оригиналов, но все детали и даже поле боя выполнены максимально реалистично. С экспозиции ознакомился Дмитрий Долматов. Танки, гаубицы, бронемашины – все это уместилось на небольшом стенде. Экспонаты выполнены в масштабе 1 к 35. 18 единиц миниатюрной боевой техники воспроизводят знаковые события войны на Донбассе. Освобождение Славянска – бой под Иловайском оборону Донецкого аэропорта. Автор выставки Василий Прокофьев все модели собирал сам. На это ушло больше года. Здесь идет соединение фигур обыкновенных украинских пехотинцев, десантников, ВДВ, ну и, конечно, подразделения, спецподразделения службы безопасности Украины «Альфа». Такие бои могли происходить где угодно. И под Иловайском, и под тем же Славянском и так далее. Открытие экспозиции приурочено ко Дню защитника Украины 14 октября. Посмотреть на игрушечных бойцов пришли и настоящие воины. Сергей служил под Мариуполем в 37-м отдельном мотопехотном батальоне. Дети уже с этого времени будут помнить, что братья, их отцы тоже по призыву Родины выполняют свой долг. Я горд тому, что вот детям сейчас начали то же самое приглашать на Дня защитника Отечества на такие мероприятия. Спасибо вам. Спасибо и вам, девочки. Выставка в первую очередь рассчитана на молодежь. Школьники с интересом разглядывают модели боевой техники и по очереди примеряют безразмерный шлем. Нормально, удобно, не тяжело. Носить можно на войне. Посмотреть на технику АТО в миниатюре можно в Музее обороны Одессы на мемориале 411 батареи до 12 ноября. Потом экспозиция переместится на Гаванную в главный корпус историко-краеведческого музея. Виталий Милевич, Дмитрий Долматов, Сергей Калмыков. Первый городской. На высоте и со скоростью 120 км в час в Одессе прошли соревнования по горному планеризму. В небо над Куяльником взмыли десятки красочных радиоуправляемых моделей. Все участники из разных уголков Украины. В мастерстве пилотажа они состязались в течение двух дней. Как это было, видела Ольга Дунская. Сигнал ловит, ветер подходящий. Тестовый запуск горного планера прошел успешно. Перед началом соревнований все участники тщательно проверяют свои аппараты. Некоторые собирают их сами, но чаще всего покупают, хотя устройство не из дешевых. Самый простой на радиоуправлении стоит около 500 долларов. Поучаствовать в соревновании по горному планеризму приехали спортсмены со всей Украины. Всего 10 человек. Чтобы все было честно, объявили жеребьевку. Миша приехал из Крыма. Он самый младший участник соревнований. Мальчику всего 13, но для него это уже четвертые состязания. Говорит, любовь к этому виду спорта привил отец. Просто я знаю, что я летаю хорошо. И как бы для меня занять место – это не важно. Мне просто надо полетать. Мне еще натренироваться надо. Мне надо получить опыт. Мне нравится. Это мое хобби. Я с малого, с 7 лет, с 8 занимаюсь этим. Перед началом состязаний – построение. Проводят краткий инструктаж и рассказывают технику безопасности. Соревнования индивидуальные. Проходят в 4 этапа. В каждом туре участник должен преодолеть расстояние в 1 километр. Потом суммарный зачет. Кто быстрее, тот и победил. Рассекая небо над куяльником, планеры развивают скорость до 120 километров в час. Чтобы преодолеть необходимую дистанцию, хватает нескольких секунд. Организаторы говорят, подобные соревнования проводятся в Одессе во второй раз. Главное условие – подходящая погода. Чем сильнее ветер, тем лучше. В данном случае метров 20 в секунду – это самый хороший ветер. Планерный спорт чем сложен, что здесь нужно уметь ориентироваться в погоде, в ветре, уметь управлять, уметь чувствовать погоду. Соревновались в горном планеризме не только в Одессе. 10 и 11 октября аналогичные состязания проводились в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ольга Дунская, Эдуард Шендерович, Первый городской. Таким оказался понедельник. 16 лет назад в этот день появился 6-ти миллиардный житель Земли. Побьет рекорды и эта ночь. Мы в это верим. Любите друг друга и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин